Здравствуйте! В эфире «Право для всех». Сегодня в России сформирована довольно четкая государственная политика в области правового просвещения населения, основной практической целью которой является доступность и качество юридической помощи. Важнейшим институтом гражданского общества в решении социально значимых задач построения эффективной системы защиты прав человека является Ассоциация юристов России. В течение последних двух лет региональным отделением Ассоциации юристов, управлением Минюста России по Волгоградской области, представителями юридического сообщества, ведущими юридическими вузами реализованы мероприятия, итогом которых явилось создание общественной системы оказания бесплатной юридической помощи в нашем регионе. Я полагаю, это очень большая помощь гражданам, не только в познании права, но и в осознании самого себя как гражданина своей страны, члена гражданского общества, чтобы знать самому, что возможно, что вправе, что он может самостоятельно, независимо и свободно совершать в нашей стране. На территории региона открыты пункты приема граждан. Работает автобус для оказания помощи в удаленных районах. С использованием единых стандартов Ассоциации юристов действует сеть юридических клиник и общественных правовых приемных. Оказание бесплатной юридической помощи – это одно из направлений деятельности Ассоциации юристов России. Мы оказываем бесплатную юридическую помощь на постоянной основе, на базе пунктов, организованных ассоциаций, в том числе и в Волгограде. И 23 марта 2011 года по инициативе Центрального аппарата все региональные отделения объединились, поддержали эту инициативу по проведению дня бесплатной юридической помощи в режиме дня открытых дверей с 9 до 18 часов без перерыва с посменным составом консультантов. Помощь оказана всем обратившимся – пенсионерам, безработным, инвалидам, многодетным родителям. Предметом обращения были трудовые, жилищные, семейные, гражданско-правовые проблемы, вопросы исполнительного производства и обжалование решений суда. Потребность, конечно, очень большая у граждан, так как не каждый может обратиться к квалифицированному юристу за предоставлением ему помощи юридической или представлении его интересов в суде. Интересов в суде мы не представляем и в других уполномоченных органах, но помогаем составлять гражданам документы для обращения в суд, иные органы. Основные вопросы при обращении граждан в Волгоградское региональное отделение Ассоциации юристов России – это по взысканию задолженности, заработной платы, включение в арест отребования кредиторов должникам, которые признаны банкротой арбитражным судом, также по наследственному праву. На личном приеме рассмотрено более 100 обращений, составлено 12 документов правового характера и дано 8 консультаций через интернет в режиме онлайн. Приходило по вопросу невыплаты заработной платы составить в арбитражный суд заявление. Все получил, все объяснили, все сделали. Потому что без этой помощи я бы такое заявление сам бы не сделал никогда. Ваши впечатления о оказанной Вам консультации, какие-нибудь пожелания, может быть, имеются? Поделитесь, пожалуйста, для нас важно Ваше мнение. Ну, консультацию, я считаю, мне оказали достаточно квалифицированную. Это очень у Вас требовано. Потребность у людей, на Ваш взгляд, есть, и удовлетворение от этой работы тоже есть? И потребность удовлетворения есть. Вы планируете и дальше обращаться к демитуриному качеству работы? Как Ваши впечатления? Да, разумеется, нам, пенсионерам, только куда же еще обращаться. Самый, по-моему, подходящий момент. В работе активно участвовали Управление Минюста России по Волгоградской области, Исполнительный комитет Волгского местного отделения политической партии «Единая Россия», Адвокатское сообщество «Мейер Яковлев» и партнеры, преподаватели и студенты юридических вузов региона, Волгоградского института бизнеса, Волгоградской академии государственной службы, Волжского гуманитарного института, Нотариальная палата, Государственное юридическое бюро по Волгоградской области, Совет молодых юристов Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов России. Это, в первую очередь, очень интересное занятие для меня, как для студента. Это отличная возможность получения, прежде всего, практики в юридической сфере. Для себя открыл очень много всевозможных приемов. Для истинной реализации закона нужно быть поистине профессионалом и разбираться в той сфере, в которой ты работаешь. А это сложно? На данный момент это сложно, и в этом нужно уметь разбираться, действительно. Потому что в юриспруденции очень много разветвлений, и правильный подход по решению определенной сложившейся ситуации нужно действительно найти, и понять эту ситуацию и разобраться в ней. В ходе работы использованы возможности юридических клиник, Волгоградского института бизнеса, Волгоградской академии государственной службы, Волжского гуманитарного института, вузов региона, применяющих технологии практик ориентированного обучения для правового просвещения населения. На базе образовательных учреждений Волгограда, Волгоградской области, образованы юридические клиники, которые успешно функционируют, и они также поддержали проведение Дня бесплатной юридической помощи посредством содействия преподавателей и студентов, задействованных в работе юридических клиник. Среди учебных заведений Волгограда можно выделить Волгоградский институт бизнеса, Волгоградскую академию государственной службы, также Волжский гуманитарный институт, филиал Волгу. Вот наиболее активные наши участники. Юридическая клиника в Волгоградском институте бизнеса была создана еще пять лет назад. В настоящее время в целях развития концепции президента и подготовки практик ориентированного обучения консультирование клиентов оказывают сами студенты с помощью преподавателей, кураторов-преподавателей и директора центра. Непоследнее значение в развитии клиники оказывает роль региональное отделение Ассоциации юристов России. В основу клиники положены стандарты, разработанные Ассоциацией юристов России, что возвысило нашу клинику в глазах общественности и определило ее значимость в развитии бесплатной юридической помощи. Ассоциация юристов проводит большую работу в части и просвещение. Можно говорить просвещение, несмотря на то, что страна имеет сплошную грамотность, правовое просвещение необходимо. Без этого гражданского общества нам не создать. И если ваше телевидение проводит такую работу, то народ вам будет очень благодарен. Классик сказал, право это не то, что кто-то дает вам. Право это то, что никто не может у вас отнять. Лично я думаю, что самое главное право – это право на справедливость. И оно в Волгограде есть. До встречи в эфире.